Атомы водорода С помощью счастливо найденной инзакономерности Баймер сумел предсказать дополнительные линии в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. И действительно, эти линии вскоре были обнаружены. Но несмотря на математическую простоту, их физическую природу в то время объяснить еще не могли. Давайте теперь поговорим о других физических явлениях, которые, на первый взгляд, не связаны с линейчатым спектром. В 1906 году Эрнст Резерфорд начал свой блистательный эксперимент, навсегда вписавший его имя в историю науки. Он направил узкий пучок альфа-частиц на лимонесирующий экран. Затем на пути лучей он поставил тончайшую золотую фольгу. Положительно заряженные альфа-частицы, летящие со скоростью примерно 19 тысяч километров в секунду, пронизывали фольгу. Но некоторые из них, проходя фольгу, отклонялись и вызывали отдельно вспышки за пределами прямоугольника. Более того, Резерфорд обнаружил, что альфа-частицы не только отклоняются, но часть из них даже отражается назад. Сейчас это кажется довольно просто. Но тогда это было гениальной догадкой Резерфорда. Основываясь на результатах своих опытов, Резерфорд предложил гуманитарную модель атома. Согласно теории Резерфорда, атом состоит из положительно зараженного ядра, в котором сосредоточена практически вся масса атомов. Вокруг ядра вращаются отрицательно заряженные частицы электроны. Заряд электронов равен заряду ядра. В результате атом нейтрален. Электроны не оказывают никакого влияния на траекторию альфа-частиц. Отклоняются лишь те из них, которые пролетали близко к ядру. В простейшем атоме водорода ядро состоит из одного протона, вокруг которого обращается один электрон. Планетарная модель хорошо объясняла процесс рассеяния альфа-частиц, но совершенно не могла объяснить известные спектральные закономерности. Более того, с помощью этой модели нельзя было понять и физической природы устойчивости атома. Дело в том, что движение электрона в орбите есть движение с ускорением. А как вам хорошо известно, ускоренно движущийся электрон, согласно законам классической электродинамики, излучает электромагнитные волны. Излучение энергии происходит непрерывно. Казалось бы, спектр должен быть сплошным, однако спектр линейчатый. Излучая, электрон теряет энергию и в конце концов должен упасть на льдом. Но, как известно, атом устойчив. Возникшее в атомной физике затруднение, в принципе, было разрешено выдающимся датским ученым-физиком Нельсом Бором. Надо сказать, что атомная теория Бора является одной из самых красивых и самых необычных для своего времени физических теорий. Эту теорию можно сравнить разве только что с теорией относительности Эйнштейна. Согласно атомной теории Бора, атомы могут находиться как в основном невозбужденном, так и в возбужденном состоянии. Основному невозбужденному состоянию атома соответствует такое положение электрона, при котором он находится на самой близкой, наименемо удаленной от ядра орбите. Чем больше степень возбуждения атома, тем на все более отдаленных от ядра орбитах находится электрон. Основные положения своей теории Бор сформулировал в виде следующих постулатов. Переходы электронов происходят не на любые, а лишь на определенные, разрешенные для данного элемента, орбиты. При движении по стационарным орбитам электроны не излучают энергию. Излучение энергии происходит лишь в том случае, когда электрон переходит с одного энергетического уровня на другой. В физике энергетическое состояние атомов принято изображать с помощью горизонтальных линий. Нейшая линия соответствует основному невозбужденному уровню. Электронные переходы изображаются с помощью стрелок. При этом переходы могут происходить с высших возбужденных уровней на основной уровень или, как по ступеням, с уровня на уровень. Атом освобождается от избыточной энергии не в непрерывном процессе, а скачкообразном. При этом энергия кванта определяется разностью энергий соответствующих стационарных уровней. Чем ближе возбужденный уровень к основному, тем меньше энергия кванта и, соответственно, больше длина волны излучения. Теория Бора очень хорошо объясняла спектр атома водорода. Линии, видимые части спектра, соответствуют переходам электронов со всех верхних уровней на первый возбужденный уровень. Линии в ультрафиолетовой части спектра возникают в результате переходов электронов на основной уровень. Инфракрасная область спектра связана с переходами электронов между верхними энергетическими уровнями. Теперь вы видите, почему у спектра атомов есть определенный набор только дискретных частот. Атомы не только излучают, но обладают способностью поглощать световую энергию. В чем же физическая природа поглощения энергии атомом? Фотон отдает электронную энергию, и электрон перескакивает на более высокий энергетический уровень. Энергию электронам передают только те фотоны, энергия которых обеспечивает переход электрона на одну из разрешенных орбит. Поэтому линии спектра поглощения и спектра излучения одного и того же элемента на шкале длин волн расположены одинаковым образом. По современным представлениям говорить об орбитах электронов в атоме неправомерно. Научный поиск ученых многих стран привел к созданию квантомеханической теории, объясняющей строение атома. Согласно этой теории, атом представляет собой электронное облако с максимальной плотностью на определенных расстояниях от ядра. В квантовой механике рассчитывается только лишь вероятность нахождения электрона в том или ином слое облака. Сохраняя основную идею Бора о дискретности электронных переходов, квантовая механика объясняет спектры, химические свойства всех элементов, исходя из электронной структуры атомов. Я надеюсь, что наша короткая лекция окажется для вас полезной. Спасибо. Спасибо.